Баткенская область 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 стоит 1000 сомов, скажем, ID-карточка примерно, то для Баткенской области это будет стоить 500 сомов или бесплатно. И также и по другим видам государственных услуг ежегодно Кабинет министров будет утверждать особый перечень. Я думаю, это будет ощутимо для семейного бюджета каждой семьи, проживающей в Баткенской области. И также следует отметить, что в этих законах конкретно предусматривается очень важная норма о том, что ежегодно для реализации программы развития Баткенской области, кроме всех предусмотренных республиканским бюджетом выделяемых ассигнований, полмиллиарда сомов, то есть 500 миллионов сомов будет выделяться для развития Баткенской области. Я думаю, это очень важная норма, которая сподвигнет экономическое и социальное развитие Баткенской области. Все это часть стратегического плана по развитию Баткенской области. Вы сказали о преференциях, льготах и послаблениях для жителей Баткенской области. Расскажите, какие проекты будут реализованы в ближайшее время в связи с привлечением инвестиций в Баткенскую область для создания рабочих мест, для борьбы с внутренней и внешней миграцией для жителей конкретно этой области? Никому не секрет. Согласно данным Национального статистического комитета, сейчас Баткенская область самая отстающая область наряду с Нарынской областью по экономическому развитию, как по социальным, так и экономическим показателям. Во-первых. Во-вторых, самая высокая текучесть внутренней и внешней миграции именно по Баткенской области. И, соответственно, в этом законе об особом статусе Баткенской области, в этих законах об изменениях в налоговый кодекс, в бюджетный кодекс, закон о государственных муниципальных услугах, были предусмотрены определенные нормы, которые, наоборот, я думаю, будут воздействовать на снижение миграции, как вы правильно отметили. Во-первых. Во-вторых, следует отметить, что была разработана программа развития Баткенской области 2021-35 и дорожная карта по ее реализации. И следует отметить, что данная дорожная карта была разработана в течение 6 месяцев. И следует отметить, что в разработке данной программы участвовали самые сильные и независимые эксперты Кыргызстана, и участвовали члены Кабинета министров, члены парламента. И следует отметить, что данная программа была разработана, принята и утверждена на заседании Кабинета министров. И данная программа предусматривает развитие Баткенской области на 15 лет. И следует отметить, что в данной программе четко предусмотрены определенные мероприятия, механизмы реализации, источники финансирования и четко распределена по временам все эти мероприятия. То есть четко в данной программе указаны конкретные факторы развития как по горной геологии, так и по транспорту, социальной сфере, экономической, промышленной сфере и так далее. Как Ахулбек Джапаров говорил на инвестиционном форуме развития Баткена, развития страны, он сделал основной упор на несколько направлений. Это на транзитный потенциал области, на энергетический и на развитие тяжелой и средней промышленности в регионе. Какие сейчас предпринимаются меры для того, чтобы, например, обратить внимание или раскрыть транзитный потенциал Баткенской области? Потому что, как он сказал, что через область проходит дорога, которая может открыть не только для Кыргызстана, но и для соседних республик весь потенциал экономически китайской народной республики. Знаете, когда мы писали данные законы и когда мы писали программу развития Баткенской области, мы полгода изучили потенциальные возможности в каждом Ай-Люк-Мэй-Тю, в каждом селе, в каждом городе Баткенской области. И однозначно все мы пришли к выводу, что потенциал для развития Баткенской области огромный. Я вот хочу подчеркнуть, есть огромные возможности для развития Баткенской области. Возьмите ту же самую горную геологию. Почти вся таблица Менделеева есть в Баткенской области. И обнаруженных с советских времен только качественный уголь в Баткенской области более миллиарда тонн. Я не говорю о цинке, я не говорю о сурме, я не говорю, скажем, о других ценных породах, я не говорю о золоте. Поэтому в Баткенской области есть огромный потенциал для развития, во-первых. Во-вторых, в программе использован кластерный подход. И, соответственно, есть горно-геологический кластер, где четко предусматривается до 1935 года. Это реабилитация Кадамджайского сурминового комбината, Хайдарканского ртутного комбината. Также там предусматривается, вот в горно-геологическом кластере, также предусматривается построение кварцевого стекольного завода в городе Суллюкта с совершенствованием добычи и обработки качественного гуля в городе Суллюкта. Это только по горно-геологической сфере. Также особый кластерный подход использован в сфере сельского хозяйства. И Министерством сельского хозяйства использован ряд таких инновационных кластеров. В частности, в Баткене, к сожалению, плохо развит рыбный кластер. И в Баткене находятся 6 рек с очень большим потенциалом и более 100 маленьких озер. И в Баткенской области до 1935 года в программе мы заложили развитие рыбного кластера. Также в сфере сельского хозяйства в программе мы заложили животно-отческий кластер. То есть это привлечение и выдача крестьянам, фермерам на лизинговой основе элитных пород, известных как арашанская порода, гесарская порода, баранов. Также следует отметить, что мы заложили, безусловно, учитывая особую специфику Баткенской области, заложили абрикосовый кластер. Соответственно, там предусмотрено создание целого агропромышленного комплекса по разработке, экспортированию, складированию, хранению абрикосовой продукции. И также следует отметить, что четко заложен даже медицинский кластер. Следует отметить, что в Баткенской области самая высокая степень заболеваемости инфекционными заболеваниями. И в данной программе предусматривается построение большого комплекса, по сути, медицинского хаба, которое направлено против инфекционных заболеваний. Это построение республиканской больницы, противоинфекционной больницы, где, по сути, в системе здравоохранения разрабатывается очень хороший медицинский кластер. Судя по всему, по планам, планы предстоят грандиозные, и местные жители должны воспринимать эти планы с воодушевлением. Расскажите, пожалуйста, велась ли работа разъяснительная и по планам, по развитию Баткенской области с местным населением, чтобы, во-первых, о чем мы говорили до этого, как не принудить, а привлечь их, не выезжать из Баткенской области, оставаться жить и развивать регион, учитывая вот эти грандиозные планы, о которых вы рассказали, и плюс еще приложить усилия для создания инфраструктуры, для того, чтобы, например, то же самое кластерное производство, оно начало, наконец, работу, потому что одним из, наверное, барьеров для развития области является слабое развитие инфраструктуры, все-таки, в первую очередь. Вы совершенно правы, в программе заложены конкретные инфраструктурные проекты, например, до 1935 года предусматривается построение более 300 километров совершенно новой асфальтированной дороги, во-первых, во-вторых, на сумму более 11 миллиардов сомов предусмотрено построение 27 новых ирригационных объектов, и, например, в севере сельского хозяйства предусматривается кластер, виноградный кластер, и в случае, Бог даст, после реализации ирригационного проекта Махтад-Дюкер, будет возможность освоить более 3-4 тысяч гектаров в Леликском районе, в Аркинском массиве, и построение там, скажем, виноградного кластера. То есть, безусловно, реализация инфраструктурных проектов, оно, безусловно, создаст новые рабочие места. То есть, это, конечно же, построение новых каналов и совершенствование действующей ирригационной системы даст возможность открытию совершенно новых рабочих мест. И следует отметить, когда мы писали законы и программу развития Батканской области, ни одного ТИНа с республиканского бюджета на эти мероприятия не ушло, потому что в течение полгода все эти мероприятия финансировала программа развития, организация объединенных наций, программа «Женщины». ООН «Женщины» полностью профинансировали эти мероприятия, и мы смогли привлечь очень высокий интеллектуальный, очень высокий экспертный, технический, юридический потенциал для написания этих законопроектов и программы развития Батканской области. И следует отметить, что здесь, конечно же, в пользу случаем надо выразить благодарность сотрудникам, ответственным сотрудникам администрации президента, кабинета министров, некоторым парламентариям за активную помощь в разработке и написании данной программы и данных законопроектов. И хотелось бы отметить, в программе заложены пять приоритетных направлений. Это социальная мобилизация, экономическое развитие, это экономический оазис комфорта и культурное развитие. То есть в программе обозначены четкие конкретные пять приоритетных направлений развития, и по каждому приоритетному направлению развития предусмотрены конкретные мероприятия, и конкретные механизмы реализации с указанием источников финансирования. При реализации этого проекта и стратегии развития Батканской области наверняка ведется также тесная работа с органами местного самоуправления, потому что они, как представители государственных органов, на местах являются основными проводниками этих идей и реализаторами. И учитывая, что в этом году плюс еще исполняется наряду с независимостью Кыргызской республики 30 лет органам местного самоуправления для ОМСУ Батканской области, помимо перечисленного в начале нашей программы, есть ли какие-то особые задания или, может быть, придать им особого статуса для того, чтобы программу реализовать в кратчайшие сроки? Следует отметить, надо быть реалистом и сказать, что мы сразу же свернем горы и все станет идеально в социально-экономическом отношении Батканской области. Сразу так нельзя говорить, потому что особое приоритетное развитие Батканской области стоит сейчас во главе государственной политики президента, парламента, правительства. И следует отметить, что для этого и разработана эта 15-летняя программа, чтобы поэтапно реализовывать все эти вышеуказанные мероприятия, во-первых. Во-вторых, вот вы до этого задали вопрос, мы встречались, у нас было более 40 встреч в Батканской области. Мы были во всех 30 дней в 31 Ай-Люк-Мэту и встречались со всеми представителями населения во всех Ай-Люк-Мэту, во всех городах. И следует отметить, что мы смогли их услышать и их рациональные предложения мы смогли внедрить в данную программу. И следует отметить, конечно же, органы местного управления, местные госадминистрации и полномочные представители президента Батканской области, они тоже внесли свою лепту в написание данной программы. Но теперь реализация этой программы зависит от социально-экономического развития всего нашего государства, во-первых. Во-вторых, от политической воли, политические элиты. И в-третьих, также зависит от активности, как мы совершенно правильно отметили, от активности, идейности органов местного управления и госорганов, призванных реализовывать данную программу развития Батканской области. Спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Я напоминаю, что мы говорили о развитии Батканской области с заместителем министра сельского водного хозяйства и развития регионов Нурланом Шериповым. Это была программа «Еще не вечер». Эфирал ТО-24 продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин